Никто не знает наверняка, на что когда-то была похожа жизнь этого бедняги по кличке Сансу до того, как его бездомного подобрали на одной из улиц Чикаго, но одно стало сразу ясно, он не купался в любви уже очень-очень давно. Толстый слой спутавшейся, грязной шерсти, превратившийся в один большой колтун с головы до хвоста, лишь подтверждал долгое отсутствие заботы и внимания со стороны человека. Пес был в таком ужасном состоянии, что заросшая шерсть сделала его практически бесформенным, причем настолько, что невозможно было даже понять, какой он породы. Поняв, что здесь понадобится большой опыт и внимание специалистов, нашедшие его люди обратились за помощью в Организацию защиты животных Трио Animal Foundation. Ребята из некоммерческой организации специализируются на помощи домашним животным, испытавшим глубокое пренебрежение со стороны своих хозяев, но даже они не могли предвидеть такое ужасное состояние собаки. Из-за огромного количества шерсти, пропитанной мочой, которая покрывала все тело Санасу, рядом с ним было трудно стоять, потому что зловоние жгло нос и горло. Но спасители собаки не собирались отступать и сдаваться. Четыре члена медицинской команды два часа подряд срезали спутавшуюся шерсть с собакой. Всего с нее состригли более трех фунтов шерсти. Сью Найден, президент фонда Трио Animal Foundation, предполагала, что Санасу принадлежит породе шицу, пудель или лхаски апса, но только теперь стало ясно, кто перед ними. В конце концов, Санасу показал людям свою настоящую внешность, перед ними предстал прелестный Кокер Спаниель. Только когда он вышел после этой многочасовой процедуры из кабинета, я увидела, что это Кокер Спаниель, сказала она. Я занимаюсь спасением собак около 20 лет, и это первый случай, когда я ошиблась в породе собаки под такой спутавшейся шерстью. Как только действие успокаивающих средств прошло, Санасу смог наконец увидеть самого себя в зеркале, двигаться без ограничений и без боли, впервые задолго, время вытянуть ноги и бегать. Но было еще кое-что, чего не хватало песику, человеческой любви и ласки. Несмотря на то, что он все еще опасался людей после травмы, которую он пережил, было видно, что глубоко внутри он явно жаждет контакта с человеком. И по мнению зоозащитников, это стремление к любви поможет ему в восстановлении способности вновь начать доверять людям. В его жизни многое уже улучшилось, однако он пока еще не совсем здоров, в его ушах инфекция, и это потребует продолжительного лечения, а также он проходит специальные сеансы терапии с другими собаками для улучшения его социальных навыков. Пока у него все идет хорошо. Видя, насколько может перемениться собака, испытывающая на себе любовь и заботу со стороны людей, отчетливо понимаешь, что такие случаи, как с этим песиком, стоит всех усилий и расходов. Когда Сансу полностью выздоровеет, ему найдут новый дом и любящих хозяев. А его история и трансформация действительно потрясающи. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.